Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы поговорим сразу о двух женщинах-блогерах, а именно о Галине Смит и о Лене Хэппи. Давайте начнем с Галины Смит, о которой мы уже давно не говорили, но которая не на шутку разбушевалась снова и опять. Галина Смит рвет и мечет. И в принципе, я не особо горел желанием записывать обзор на Галину Смит, но в одном из своих последних видео, в одном из своих гневных видео Галина меня упомянула, естественно, не по имени, а в связи с тем, что якобы обзорщики теперь боятся записывать про нее обзоры. Почему? Да потому что она своими проклятиями всех отвадила. Одного уже сглазила, имеем в виду меня, потому что когда-то давно я действительно записывал обзор и начал его словами. Мне кажется, что Галина Смит меня сглазила. Потом я рассказывал про то, как я принимал витаминки, те самые витаминки, которыми торгует Галина Смит, и от которых мне тоже подурнело. И, короче говоря, Галина поняла, что ее проклятия действуют. Кто-то там даже попал в больницу из тех, кто про нее записывает обзоры. Представляете, какая сила необузданная, проистекающая от Галины Смит, всех сложила на повал, даже без помощи московских генералов, которые обычно Галине помогают во всех ее делах, во всех разборках, в которые замешана Галина Смит. А разборок этих очень много. Ну, не может Галина жить тихо, мирно. Все время ей нужно во что-то вклиниваться, в чем-то разбираться. Ну, а рвет и негодует Галина потому, что под одним из ее последних эфиров одна из зрительниц написала очень длинный комментарий. И нет, этот комментарий не был хвалебной одой. В этом комментарии зрительница не восхваляла Галину до небес, как это обычно делают ее хомяки и поклонницы. Нет, в своем комментарии зрительница обличала Галину Смит, выводила ее на чистую воду, в частности, подчеркивая то, что Галина, ну, по-простому говоря, просто черная вдова. Она выхватывает мужика, обвивает его, как лиана, и в конце концов мужчина задыхается и уходит. После чего Галина очень быстро восстанавливается и выходит снова на охоту в поисках новой жертвы. Такой новой жертвой после ухода Женечки оказался, в частности, Лэри, якобы, по логике комментария, который был опубликован под видео Галины Смит. Почему я так останавливаюсь на этом комментарии? Да потому что, видимо, этот комментарий что-то все-таки затронул в Галине Смит. Почему? Да потому что она его не удалила просто, а она его скопировала и на основе этого комментария записала аж три гневных видео. То есть длинную такую оправдалку в трех частях, в котором она опровергает каждый постулат этого комментария. То есть примерно делает то же самое, что сделала Лена по отношению к Марьям, выпустив свой последний стрим на фоне похоронного венка. Но до Лены мы сейчас еще доберемся. И так Галина Смит опровергает постулаты о том, что она выискивает себе жертву, обволакивает эту жертву, доводит ее до определенной черты и потом выходит снова на охоту. Да вы что, сдурели что ли? Вы уроды! Какое вы имеете право меня обвинять в этом? Да если бы не я, Женечка бы и столько не прожил. Эти витаминки, кстати говоря, опять всплыли витаминки, она ведь пичкала витаминками и Женечку, и первого своего мужа, Царствие Небесное, который тоже ушел скоропостижно. И вот теперь на очереди Лерри, тот самый некогда ненавистный Лерри, ну которого Галина теперь нацеловывает, потому что он стал уже таким родным. И даже в качестве аватарки, ну то есть на обложку, на превью видео, Галина поставила фотографию, где Лерри целует ее в губы. А это действительно большой прогресс, потому что в одном из последних же видео Галина снова повторила, что ей потребовалось очень много времени, чтобы привыкнуть к поцелуям Лерри. Ей пришлось делать не одну медитацию, чтобы наконец-таки принять эти поцелуи, чтобы у нее не было рвотного рефлекса. Но опять же во всем помогли чудо-витаминки. Галина за свой счет, за свои собственные деньги покупает для Лерри каждый месяц витаминки. Тратит более 300 долларов каждый месяц, чтобы снабжать Лерри витаминками. А результат налицо. Вы что, не заметили? Если раньше он был весь сморщенный, весь скукоженный, Галина рядом с ним выглядела как внучка, а Лерри выглядел как ее дед, то сейчас прогресс. Лерри уже выглядит не как дед, а как ее отец, а Галина выглядит как его дочка. Вот видите, всего год где-то приема витаминок, чудо-таблеток, и Лерри помолодел, и Лерри стал чувствовать себя намного лучше, и уже нет ощущения, что перед нами дед и внучка. А уже перед нами все-таки отец и дочка. Еще чуть-чуть, и Галина с Лерри сравняются. Будут выглядеть как люди одного поколения. Но шутки и шутками, а Галина продолжает ругаться. «Почему вы такие уроды?» спрашивает она. «Вы что, не понимаете? Мне невыгодно, чтобы Лерри сейчас отправился к праотцам. Мне нужно его дотянуть хотя бы 7 лет, чтобы он еще хотя бы 7 лет продержался. Вы что, не понимаете? Ведь он в свое время на жену, на покойную, которая тоже скоропостижно скончалась, на жену записал деньги из пенсионного фонда. Короче, жену вписал в свой пенсионный какой-то фонд. И эти деньги он сможет перевести на свое имя только через 7 лет. Это инвестиционный фонд. И изначально там было 200 тысяч долларов. А за все эти годы сумма, естественно, вырастет. И, может быть, лет через 7 там уже будет 300 тысяч долларов. А поскольку Лерри переписал на Галину все свои счета, в случае чего, включая пенсионные, включая инвестиционные, то Галина получит все эти деньги. Но при условии, что Лерри дотянет 7 лет. Потому что на его имя эти счета перейдут только через 7 лет. Сейчас они как-то там еще закреплены за женой. Короче, Галина заинтересована в том, чтобы Лерри продержался еще 7 лет. Именно поэтому она пичкает его таблетками, чтобы он продержался. Потому что вот так вот, если на него взглянуть сейчас, его тронь, он и развалится. Галине это невыгодно. Галине нужно дотянуть его до определенного срока. А уже потом она проводит его. И в последний путь, и еще куда надо. Неужели вы этого не понимаете? У Галины все просчитано. Галине нужно держаться за этого Лерри, чтобы успеть перевести на себя все, что сейчас на имя Лерри и на имя покойной жены. У Галины далеко идущие планы. И вообще Галина говорит, что она послана Лерри небесами. Это чуть ли не Лерри сам ей такое заявляет, что ты для меня подарок небес. Нет, Галина с Лерри пока еще не расписались. Все еще тянут, чего-то ждут, ждут каких-то лучших времен. Но комментаторша сказала Галине, извините, Галина, но вы специально искали мужчину, у которого ни детей, ни плетей, у которого нет никаких родственников. Именно в этого мужчину вы вцепились. Вы ведь ходили на свидание. И было у вас несколько кандидатов. Но вы вцепились именно в этого Лерри, у которого нет детей, у которого нет близких родственников, чтобы не было других наследников. Но Галина опровергла эту теорию, эту версию, сказав, что какие бы хорошие американские мужчины ни были, но в них есть такая черта, которая многим нашим женщинам неприемлема. И тут я с Галиной соглашусь. Меня зачастую обвиняют в том, что я несправедлив Галине, я ее изначально не перевариваю у меня к ней неприязни, поэтому что бы она ни делала, я буду о ней говорить только плохо. Это неправда. Вот тут я с Галиной соглашусь. В американских мужчинах есть такая черта, сейчас я об этой черте скажу. Но и в наших прекрасных, распрекрасных девушках тоже есть черта, которая никуда не денется. А речь идет о том, что многие американские мужчины, какие бы они прекрасные, распрекрасные ни были, но в них есть такая черта, что если у них есть дети от предыдущего брака, приемные ли дети, родные ли дети, или вообще они официально не являются его детьми, ну, например, дети его бывшей жены, женщины от другого брака, если он к ним относится как к своим детям, он до конца дней будет их содержать, будет им помогать, если у них, естественно, хорошие отношения. Если хорошие отношения, если они друг друга уважают, то он постоянно будет им помогать, пока они несовершеннолетние. Мало того, если у него с женой бывшей сохранились нормальные отношения, он и с ней будет продолжать общаться. И наши дамы, какие бы распрекрасные наши дамы с постсоветского пространства не были, самые женственные, самые красивые, самые хозяйственные, самые душевные, самые духовные, самые начитанные, тем не менее, как только на горизонте начинает мелькать бывшая, как только они видят, что их новый американский муж уделяет очень много времени детям от предыдущих браков, помогает им деньгами, снабжает их подарками, их начинает внутри выворачивать на изданку. Они с трудом это переваривают, особенно если они приезжают сами с детьми, с какими-нибудь маленькими детьми или с подростками. Они считают, что новый муж должен переключиться полностью на них, на наших дам и на их детей, с которыми они приехали. Но американцы думают по-другому. И, естественно, Галина не хотела оказаться в такой ситуации, чтобы мужчина пришел в ее жизнь, но мысленно и материально и финансово поддерживал других, каких-то там родственников, бывших, небывших, родственников жены. В моем окружении были такие примеры, по крайней мере, я один раз разговаривал с нашей вот дамой, мы пересекались на одном мероприятии, и она тоже негодовала, потому что муж, американец, после брака с ней переделал завещание якобы в ее пользу. Но когда зачитали завещание, то она увидела, что он оставляет детям своих друзей большие суммы денег, потому что этих детей он взрастил, можно сказать. Он видел, как они растут, они приходили к нему в гости. У самого у него не было детей, он ее старше лет на 15, а она приехала с детьми-подростками. И она думала, что теперь, поскольку она жена, муж перепишет все и все оставит ей и ее детям. А он переделал завещание таким образом, что дом он оставляет ей, а деньги распределяет между детьми его друзей близких и женой. Причем сначала упоминаются дети друзей, то есть этому 50 тысяч, этому 50 тысяч, этому 50 тысяч, этому 25, потому что он два года подряд забыл прислать открытку с Рождеством, этому 25, этому 10, потому что я не так хорошо его знаю. В общем, так вот муж распределил деньги среди посторонних, можно сказать, детей, друзей, но дети тоже растут. И приписка, а все остальное жене плюс дом. И жена эта сама себя спрашивает, а как же так? Вот, допустим, этому 50, этому 50, этому 50, этому 25, а в конце, может, вообще денег не останется, или там останется 100 долларов. И вот это вот остальное в размере 100 долларов жене типа того, да? И она как бы возмутилась и сказала, а почему мои дети как бы не упомянуты в этом завещании, да? А он сказал, ну ты же только что приехала, дети себя еще не проявили по отношению ко мне. Я посмотрю, как они будут себя вести, как они ко мне будут относиться, будут ли они мне подписывать открытки с Рождеством из днем отца, допустим, будут ли они мне делать подарки, будут ли они мне в трудную минуту помогать, звонить. Короче, вот такой подход. А если уж там есть дети от предыдущего брака, с которыми у тебя хорошие отношения, то вообще он, естественно, будет разрываться на две семьи, можно сказать. И с точки зрения той семьи, в принципе, это тоже можно понять. Он ведь отец, он должен помогать. Короче, это долгая история, я сейчас не буду этому много времени уделять, но факт остается фактом. Галина искала мужчину, у которого либо нет детей, либо у которого очень холодные отношения с детьми, которым он не помогает, в жизни которых он не участвует. Примерно так, как это делал Женечка. То есть с дочерью и со внуком он общался, но когда дело доходило до финансовой помощи, он их отфутболивал. И примерно такой вариант искала Галина. Ей недостаточно было того, чтобы ее просто позвали жить за миску супа и за крышу над головой, за койко-место. Тем более, что это Женечке ничего не нужно было. Галина могла сидеть на своем втором этаже и не спускаться. А Лэри-то все-таки требует к себе внимания. Маленький, да удаленький этот Лэри оказался. Все-таки Галина каждое утро просыпается задранной на лицо ночнушкой, вплоть до того, что Галина стала рано просыпаться. Понимаете, если она просто будет спать столько же, сколько спит Ларри, то проснувшись, он начнет снова к ней лезть, снова начнет задирать аж за два часа до подъема Лэри. Сама встает, приводит себя в порядок. И Лэри, видимо, это не очень нравится, потому что он стал Галине говорить о том, что нужно спать дольше, не нужно уходить из кровати раньше. Почему? Да потому что это для здоровья плохо. Нужно спать хотя бы восемь часов. А Галина пять часов поспит и вылетает пулей из кровати, чтобы, не дай бог, Лэри не стал к ней лезть, как только он откроет глаза. То есть нелегко Галине, тоже нелегко. Отсюда, видимо, вот такой вот негатив и такая злость. Опять проклятие, опять всем будет пусто, опять Галина рвет и мечет, опять все сволочи, опять все дураки, одна Галина умная. Ну, это, видимо, связано с тем, что несчастные отношения. Счастливая женщина не будет никого проклинать, а просто посмеется над всеми комментаторами, как над дурачками, и опять вернется в свою счастливую жизнь. Ну, это не случай Галины. У Галины другие в жизни приоритеты, и счастье с мужчиной это как бы не самое главное. Ну, а от Галины давайте перейдем сейчас к Лене Хэппи. В принципе, Лена обещала, что она больше не будет показываться на Ютубе в ближайшее время, по крайней мере. Ей нужно отсидеться, ей нужно подумать, но обзорщица Марьям выкурила ее, как клопа из той щели, в которую она забилась, выпустив обзор, в котором она обратилась. То есть Марьям обратилась к новеньким хомякам, которые только что прибыли в полки поклонников Лены Хэппи, и Марьям решила выпустить видео, в котором она рассказывает в общих чертах биографию Лены Хэппи. От первого мужа до Селима. И Лена, конечно, была спровоцирована этим, и Лена выпустила ответное видео, как я уже сказал, прямой эфир, я так понимаю, на фоне какого-то полупохоронного венка, в котором Лена, тыча своим пухленьким пальчиком, возражала Марьям. И дом Джованни она на Кубе не строила, и деньги Селиму она не возила, но в конце концов выяснилось, что оказывается дом строила, но себе, и деньги Селиму возила, но на конкретный проект. Как говорится, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Дом построила, оставила Джованни, деньги на машину возила, положила их на счет Селиму, ну а вообще Марьям Лена не может простить две основные вещи. Никогда она их не забудет, никогда не простит. Первое, это то, что Марьям утверждала, что Лена сродни жила как с женщиной, как с мужчиной, и второе, это то, что Лена не водила трак, а ведь Лена на траке проездила аж четыре недели, заработала хорошие деньги. А Марьям утверждала, что Лена ездила порожняком от одной автозаправки до другой. Этого Лена Марьям никогда не простит. Ну а вообще, конечно, самое страшное, самое ужасное в том, что сейчас творится на канале у Лены «Хэппи», так это то, что там собрался такой сброд, там такой отстой творится под видео, такие комментарии пишут, просто не отмыться от этой грязи, я не понимаю вообще, как Лена допускает такое, как она вообще может такое лицезреть, читать и оставлять, ведь она в свое время ругала обзорщиков как раз за то, что те не удаляют комментарии, а Лена, кстати говоря, удаляет комментарии, она не пропускает комментарии, она пропускает только те, которые мы можем лицезреть, и в этих комментариях поклонники Лену поддерживают во всех ее схемах и аферах, кроме того, продолжают талдычить о том, что мы все Лене завидуем, ведь у Лены молодой мужчина, и такая обзорщица, как Марья, может только мечтать о таком мужчине, представляете, мы все завидуем Лене, потому что она живет в Америках, и потому что она путешествует, и может себе позволить, и живет одним днем, а то, что Лена сидит в депрессии, забилась в угол, выключила свет, именно это мы слышим в голосе Лены Хэппи, да, это еще чуть-чуть, и она сорвется, она начнет рыдать, ее поклонницы этого, наверное, не слышат, ее поклонницы не понимают, что она сама загнала себя в угол, что она уже ищет этот пятый угол, не может его найти, потому что вокруг сплошной мрак, да, есть этот муж там какой-то теоретический в Турции, даже вроде у него там какое-то дельфинье тело, но какой толк от этого дельфиньего тела сейчас, вот пошел бы он тогда, заложил бы это свое дельфинье тело во имя любви, и заработав на этом дельфиньем теле деньги, прислал бы эти деньги жене, на, милая, заплати за все, что нужно заплатить, не сиди ты в этих долгах, как в шелках, ведь Лена четко сказала во вчерашнем видео, что она не платит, не будет платить за квартиру в Тайтасвилле, потому что у нее нет денег на квартплату, но это дно, товарищи, какая Америка, чему там завидовать, такой Америке не завидуют, когда вы не можете заплатить квартплату, и это же не первый раз Лена назвала два других места, где она также съезжала раньше срока, и где ее облагали штрафами по самой не хочу, и она не платила эти штрафы, потому что опять не было денег, эти штрафы испортили ей всю историю, имеется в виду кредитную историю, и из-за этого Лена бесконечно в черных списках, и если бы не Родни, который помогал бы ей обходить окольными путями все эти препоны, которые у Лены в Америке на каждом углу, потому что везде она в черных списках, даже в мастерской по ремонту автомашин у нее тоже уже стоит красный флаг, потому что она починила свою машину на обочине, кстати, до сих пор эта машина не приведена в порядок, Лена сказала, что да, сын Софие там что-то исправил, подправил, но все равно видно, что это сделано через жопу, все равно видно, что краска не та, не родная, поэтому о какой поддержке со стороны поклонниц может идти речь, если бы эти поклонницы действительно хотели помочь Лене, они бы ее встряхнули, они бы навтыкали ей, они бы рассказали ей, где раки зимуют, сказали бы ей встать и идти, наконец-таки пойти работать, кстати, Лена заполняет там какие-то анкеты, заявления на работу, опять все через одно место, Родни распечатал, но забыл отдать, и Лене нужно было либо назад ехать к Родни, либо он должен ей переслать файлы, и Лена потом где-то должна была найти принтер, чтобы все распечатать, в общем, опять 25, опять все по старому сценарию, через одно место, в общем, не знаю, как все закончится, закончится ли вообще и чем, но, конечно, поклонницы не помогают Лене, а только все портят, загоняя Лену еще в более темный угол, кстати, у Лены сегодня должно выйти два видео, Лена возвращается, я так понимаю, на YouTube, разлука была недолгой, денежки нужны, и, соответственно, Лена будет продолжать работу на YouTube, ну, наверное, в новом каком-то формате, в общем, будем посмотреть, как говорится, надеюсь, что у вас все хорошо, дорогие мои друзья, если я что-то упустил, забыл упомянуть, пожалуйста, пишите, делитесь, мне всегда очень приятно читать все, что вы пишете, благодарю всех тех, кто подписался на мой канал, кто поставил лайк, надеюсь, что у вас все хорошо, будьте здоровы, берегите себя, ну, и, естественно, до новых встреч на моем канале, пока, пока.